Хануки, да, значит, и она не обычной формы, да, она не семисвешна, а девяти, да, ну восемь свечей и еще служка, шамаш, да, интересная такая традиция, очень интересная, вот, и помните эту историю, наверное, да, многие из вас помнят эту историю, что произошло лет за 200 до прихода Машиаха, до Рождества Христа, так вот, и интересно, что даже традиция возжигания светильников на Хануку в этих двух школах была деметральной противоположной. В школе Гелели, как вот современный иудаизм воспринял эту трактовку, каждый день добавляется одна свечающая, вот, или один светильник возжигается дополнительно, и в конце празднества все светильники горят. В школе Шамая была прямо противоположная практика, в первый день он зажигался весь, все свечи, все свечи зажигались, и дополнительно еще свечи в домах возжигались, светильники, вот, некоторые говорят, что Шамай старший, и потом Шамай младший, его сын уже, продолжатель его дела, они специально весь дом наполняли светильниками вообще в первый день в Хануке, вот, значит, а в последний день горел лишь один последний светильник на праздник. И у них была, у них была разная философия, разная идеология, вот, допустим, даже вот, ну, такие мелочи, там, на Пасху, допустим, да, значит, вареное яйцо, да, ну, понятно, ни Карашенко, ни Писенко, просто вареное яйцо, вот, но у Гилеля больше это, как бы, вот, указание на форованного сердца, значит, на жестокость, на прочее, а как у Шамая, мне очень нравится, очень романтично, разбивая яйцо, он говорил, смотрите, евреи, учитесь, а чему? Шамая старший говорил, вот, мы похожи на это яйцо, в каком смысле? Вот, если мы не пройдем в пароварку, мы сопливые, вот, ткни нас, и все, зубки, слезы, все, вот, но когда мы проходим в пароварку, мы проварились, мы уже крутые явления. Говорили, а, интересно, так, а дальше, что? Дальше он расчищал яйцо, ломал его, уже почищенное яйцо, разламывал и говорил, смотрите, а что внутри? Это желток, а это наша старая еврейская мечта, какая наша старая? У нас есть старая еврейская мечта, да, есть такая, Гилеля отрицала эту старую мечту, вот, а Шамая говорил, это наша старая еврейская мечта, Какая уже старая мечта наша? Чтобы Бог был в нас, а мы в нем. Когда проходим пароварку, Он внутри нас. Вот, и когда мудрецов и той, и другой школы спрашивали, дайте нам золотой стих Гиблии, который все, да, тот стих, который все писания еврейские наши бы открывал бы нам. Самое удивительное, обе школы пришли к одному и тому же мнению. Один из редчайших случаев, или же, даже вообще, единственный случай, там есть разные мнения тоже на эту тему, что две школы, не сговариваясь, пришли к одному и тому же мнению. Они выдали один и тот же стих. Из книги Ширгаширин, из книги Песней. Они сказали так, они, то есть я, да, они, ле-до-ди, ле-до-ди-ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Так, синодальные переводчики так перевели. Хотя это правильно, но не совсем. Вот, будьте здоровы, сестра подтверждает. Дело в том, что на самом-то деле все гораздо серьезнее. Ле-до-ди, ле-до-ди, можно перевести, помните, песня такая? Ле-ха-до-ди. Но вообще можно перевести как принадлежность. Да, принадлежащий, можно перевести, но это довольно упрощенный перевод. Буквально, я часть него, а он моя часть. Мы без остатка всецело друг другу принадлежим. И эти же слова используются в описании просто, ну, не знаю, высшего удовольствия вообще. Высшего удовольствия супругов одновременно. Их просто экстаз, их соития. Вот именно, как, по отношению к Всевышнему Богу? Да. Кстати, нечто подобное я вот услышал не так давно, только Сергея Бабкина. Вот она старая, уже далеко не новая песня, вот эта. Дебе я, дебе я, помните, да? Слышали? Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, все про тебе нагадую. Мол, по заду идешь, або дивишься на мене крест свит. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, все охоплено твоей овладою. Еще другие слова. Я так подумал, стоп. Вот вроде бы он поет о любви, да, мужчины и женщины, Но мне это напомнило песню песней, вот именно вот, что все вот это наполнило тобой, весь этот мир. Вот напомнило вот песню песней, что действительно, что вот я часть него, он часть моя. И мы друг другу без остатка полностью принадлежим. Друзья, братья и сестры, скажу, что самое основное, Даже и Тор об этом как раз и открывает там Тайну Великую. Любить Бога и любить окружающих. И если одним словом писать, послание и Ветхого и Нового Завета, это послание любви. И я прошу Бога всемогущего сегодня этим вечером, чтобы Господь совершил чудо в этот шаббат, Такой предпурильный шаббат, чтобы совершилось его чудо. Знаете, написано, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог обращает, каким-то образом удивительным, обращает все во благо для нас, Когда мы любим Его. Это самое величественное, что может быть во Вселенной. Друзья, и под занавес хочу рассказать историю одну. Историю свидетельства. Знаете, как реформатор, Бог меня призвал к труду, который до конца я сам не понимаю, честно говоря. Как по мне, так горбатого могилу исправят больше. И, честно говоря, реформация – это дело невозможное, я так рассуждаю. По-человечески вообще гиблое дело. Но я понимаю, что у Бога есть сверхъестественное воскресенье, сверхъестественная жизнь. Я даже ехал сюда, я вот как раз именно вот об этом-то и размышлял. Там в Киеве как раз. Сегодня утром, молясь там, я в парке, где я живу сейчас, там парк очень красивый. И молюсь там, и прогуливаюсь. И знаете, вот у меня, можно поделиться и тем, и тем, но есть вещи, которыми я хочу поделиться, и чтобы вы их запомнили, хочу. Можете все остальное даже забыть. А вот это, пожалуйста, не забудьте. Самое основное. Если брать цитату из Писания, это из Евангелия от Иоанна, 11.25. Даже есть точный адрес этого, если писать. Евангелие от Иоанна, 11.25. 11-й глава Иоанна, она чем уникальна, что там рассказывается о воскрешении Лазаря. Чудо, которое Иисус совершил, провоцируя порой, так, ну не знаю, это очень похоже на провокацию какую-то даже, провоцируя религиозную систему именно действительно даже к таким радикальным шагам против себя. Если бы он, Иисус, пришел пораньше чуть, конечно, и совершил бы это чудо в первых три дня после смерти Лазаря, то это было бы чудом тоже, великим чудом, но оно было бы объяснимо религиозной системой иудаизма, тогдашнего, да и сейчасшнего, в принципе. Потому что независимо от направления иудаизма, да, и сейчас много разных течений есть, как и в христианстве, и в иудаизме тоже много разных течений. Вот, и, ну, как говорят, два еврея, три мнения, да, вот, бывает и такое. Но скажу, что верили мудрецы, и в древности верили мудрецы, что первых лишь три дня возможны для воскрешения умершего человека. И поэтому, если бы Иисус пришел бы в первых три дня и воскресил бы друга своего, то все было бы понятно, как и в предыдущих чудесах, что, как Никодим говорил, мы знаем, ты, учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Все было бы понятно. Но Иисус, помните, да, Он как будто бы выжидал специально, как будто бы специально спешил, но не торопясь, и уже пришел в четвертый день. И Марфа, и Мария, конечно, они переживали, они плакали, они высказали то, что было бы в их сердцах, что если бы ты был бы здесь, не умер бы наш брат. Какой-то некий упрек такой был Иисусу. Иисус сказал, воскреснет, брат, воскреснет Он. И Марфа, и Мария, конечно, они соглашались, да, воскреснет, когда-то, вот в последний день воскреснет. Но Иисус сказал, 11.25 записано, «Я есим воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, а живет». Вот эти слова хочу вам оставить сегодня этим вечером. «Я есим воскресение и жизнь». В этом стихе два имени Бога Всемогущего прозвучало «Воскресение и жизнь». «Воскресение и жизнь». Знаете, вот эти слова для меня стали рэмой 16 лет тому назад, почти, почти 16 лет тому назад. Вот я живу этим словом, живу этой рэмой. И до сего вечера. Жил и живу. Это откровение, эту рэму я получил в Сумской области, возле Кролевца, попав в ДТП в 2003 году, перед Пасхой. И это было, кстати, это нарочно не придумаешь, опять-таки, Его Величество случай. Да, это было как раз в пятницу, накануне субботы, которая называется в традиции православной, называется Лазаревой субботой. Как раз воскрешение праведного Лазарева, которое вспоминается в церквях православных. Специально не придумаешь. Вот, и это был первый случай в моей жизни, когда я молился за умершего. Не за упокойные молитвы, как было раньше в моей христианской практике церковной, а именно за воскрешение умершего. Я за упокой не молюсь уже давно уже, с 96-го года. В 96-м году, по идейным соображениям, я вышел из традиционного православия. Я об этом рассказывал, рассказываю, свидетельствую об этом подробно. Вот, завтра кое-что расскажу еще об этом, выходе в своем, таком, какие были причины мои идейные несогласия. Вот, и одна из причин, я разуверился во многих учениях, в которых находился, будем говорить, в которые верил ранее. Вот, и одна из принципиальных вещей, которые я перестал делать в 96-м году, это молиться за упокой. Я полностью стал молиться за здравия, за живых только людей. Вот, и я стал объяснять себе и жене и всем людям окружающим, что не наше это дело. Мистическое богословие я отверг. Я сказал, не наше это дело молиться за умерших, наше дело молиться за живых. А за умершие, говорю, лишь есть один образец молитвы, это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Все, других примеров нет. И поминать можно, вспоминать до умерших, и даже нужно, конечно же, но вот именно вот само мистическое богословие, это как будто бы я постепенно вымаливаю умерших, но я в это верил, но потом разуверился в это верю. Потому что, знаете ли, Божье Слово вернулось в мою жизнь тогда. И очень многие вещи пересмотрел я. И вот, но сам я за воскрешение умерших не молился до 2003 года. Ну, наверное, и повода не было. Нет, не то, чтобы не умирали люди, умирали, но у меня даже и мысли не было молиться за воскрешение. Не так же, что участие, а я отнесла морфорологи, я отнесла, что очень важно, отнесла тебя им, что я попал в ДТП. Одним словом, я был за рулем автомобиля. И сколько за рулем, давно уже за рулем, но никогда не попадал ни в какие там передряги. Но в третьем году попал в следующую ситуацию. Я с ним подростка, школьника, старшеклассника, который выехал на мотоцикле покататься из села Лапшин там возле Кролевца, если с Киева ехать, не доезжая Кролевца. Сумская область. И он выехал из одного села, ехал в другое село через эту трассу. И удар был сильный. Я пытался в последние секунды уже избежать столкновения, но было уже невозможно на трассе, на скорости. И две тонны, недорожник мало не покажется для мотоциклиста. Ну это самодельный мотоцикл, они сами, как потом все выяснилось у следователя. Вот, значит, в гараже собирали пацаны просто сами мотоцикл, и он выехал покататься. А еще, как узналось, потом приехали постарше ребята уже на мотоциклах. Вот, и они рассказали, что да, эти ребята, школьники, они сбежали с уроков в тот день, в пятницу, и с разных сел, они съезжались на мобедах, на мотоциклах с этих, съезжались с разных сел в одно условленное место. И они предлагали там, ну, гонялки всякие там и прочее. Вот, и удар был сильный, удар был смертельный для мальчика. Вот, и первые секунды я не мог понять, что это со мной произошло вообще. Как будто бы это кино про кого-то вообще, как будто не про меня вообще. Вот, никогда не ощущал этого страшного, что на тебе кровь человека. Тем более, вот, мальчика, подростка, да, вот, это ужасно было, переживать это все. И жена, дети целы, я выскочил из машины, они остались возле машины, и подбежал к этому телу, и я впервые в жизни вопил к Богу. Вопил к Богу, не знаю, как это назвать, ну, протестуя, можно выразиться протестуя, может быть, это даже протест какой-то, даже какой-то бунт, я не знаю. Ну, одним словом, я не соглашался с его смертью, не соглашался с его смертью, что, ну, не знаю, у меня четко было понимание, что это не его день, не его час. Вопил к Богу. И, честно, физически переживания были довольно необычные. Я никогда в жизни до того не переживал ничего подобного, молясь за кого-либо вообще. Как будто мы с ним одно тело, вот, как будто бы его тело, это еще одна часть вот меня самого, рука или нога там, удивительно. А потом, в какую-то секунду, я перестал его ощущать. Его тело, это его тело, мое тело, это мое тело. И, на самом деле, тут же признаки жизни появились этого пацана. Вот, и он стал подниматься, садиться, я помог ему. Вот, вроде шевелится, вроде нормально. Я, тут же, я, конечно, как тот еврей, который говорил Иисусу, верю, Господи, помоги, мы не верим. А сам, я сам думаю, может, это был не летальный сход, а просто обморок в нем такой глубокий, думаю, кто его знает. Вот, но когда он сел, у меня аж это, аж похолодело все. У него лицо чистое, как бы, не повреждено ничего. А знаете, как арбуз, знаете, вот переспел и трескается, вот, и мякоть там, как это видна. Вот, у него череп раскололся, как вот переспел арбуз, вот, напомнило мне, вот, первая ассоциация. И там, вот, как вот, ну, красная мякоть, это вот, ну, одним словом, это мозги видны, вот. И, значит, и зрелище, конечно, есть приятное. А он еще грязной рукой лезет туда, думаю, не наоборот, что мозги почешет, думаю. Вот, ну, первая у меня мысль такая была. Поэтому я рукой придет, ну, испугался, что он залезет туда, думаю, в дырку, он же не видит себя сзади, я-то вижу, у меня же мерзко. А он туда лезет, думаю, может, чешется у него. Вот, я, значит, это специально придерживаю, чтобы он не залез туда, думаю, еще будто залезет от себя, ну, думаю. Вот, поэтому, значит, и благо там дальше кафешка была, и они там это вызвали скорую уже. Вот, приехала скорая помощь, вот. Правда, она никакая. Называется «скорая медицинская помощь», там, «шредка медичная допомога». Ну, она никакая, она и не «скорая», и не «медицинская», и не «медичная». Вот, реально. Все, кто из «скорого» лучше. Это «уазик» «буханка»? Еле-еле, так, тих-тих-тих-тих-тих-тих. Вот, агрессерская скорость. Из медикаментов одни носилки. Я думал, такое только у юмористов бывает, у них юмористов. Я же, я думаю, потом благоставляю тех, кто там разворовал всю медицину эту, значит, ну. Я говорю, вот, реально, из медикаментов одни носилки. Ну, и халатыки. Вот, вот и все. Вот это, да, думаю. И это трупов узко, скорее, чем она. Ну, ладно. Значит, и врач пока одну фразу бросил, что мы его даже не довезем до крыльевца сейчас, значит. Ну, все, короче, жмурит, и все. Короче, ну, я уж не спорю, он врач, ему виднее, как бы. Но я понимал так, что если Бог его сейчас поднял, воскресил, не за тем, чтобы он по дороге скончался. Думаю, ну, не его день, все, будет жить. Какой-нибудь, хотя бы поломанный, но будет живой. Вот, а сам остался на месте. Жду там милиции, ждут, значит, полиции, значит, и пошел там в посадку, помолюсь. Молюсь, как бы, за исцеление его. И знаете, как бывает, молишься и на сухую. Вот сам молишься, без духа святого. Так долго нельзя молиться. Ну, не знаю, у меня не получается долго так молиться. Вот понимаешь, что, как бы, уже, ну, либо Бог ответил уже, либо не моего ума дело вообще. Ну, одним словом, ну, вот все, я только сам начинаю молиться, и все. Нету в этом Божьем благоволении. Ладно. Ну, я так в целом просто проставляю Бога за мир во всем мире, как бы, и все. Вот, значит, ну, понимаю, что с мальчиком все будет хорошо. Но я же не знал, что так, настолько все хорошо. Вот. Оказывается, пока привезли его в больницу, оказался он живой, совершенно целый, и пошел. Вот, у него все там бесшумно заросло, все сросло за 10-15 минут вообще. Все срослось. Поэтому врач в моем присутствии в кабинете следователя, спустя, там, какие-то часы уже отмотаем, да, значит, врач сказал в моем присутствии, это чертовщина какая-то вообще. Вот, он сказал. Это не была массовая галлюцинация, потому что это не могло всем нам показаться. Они реально видели то, что видели. Открытый череп, открытая голова. Да, но через 10-15 минут все у него срослось. Когда выгружали его уже там, ни шва, ни чебошники, ему кровь когда смыли, кстати, кровь проверяли, его кровь, ничья-то кровь, это его именно кровь. Но как могла голова раскрыться, кровь вылезти, и потом захлопнуться, и зарасти. За 10-15 минут бесшумно, никаких следов внешних не осталось, абсолютно. Вот, хоть бы что. Вот, и, но еще больше шок был у хирурга, который там уже в больнице. И у других врачей. Когда его проверяли внутри. Внутри он был полностью целый, невредимый. Даже больше того, хирург этот, кстати, он убежденный был атеист, и там в хранице славился он своим этим атеизмом, таким, даже где-то таким воинствующим, где-то атеизмом. Вот, для него это было сильнейшее свидетельство, конечно. Вот, он ушел уже в личность, хирург. Я был там в Крыльевсе после того, поповедовал, и медперсонал ко мне подходил. Медсестры, санитарки, они благодарили меня за новую, за новую автомобильскую помощь. Вот, даже в Киеве таких мало очень. Реанимационную со всеми наворотами им подарили. А я там в одном телешоу в Америке на миллионной аудитории взял все это и рассказал, что он мне рассказывал. Что закрывается машина лопатой, что из медикаментов они носилки. И только стоим в прямом эфире тех, кто разворвал там всю медицину. И представьте, у депутата нашлась совесть, значит, и выделили машину. Медики говорят, мы с ней блинки сдуваем. Вообще-то таких в Киеве раз-два общался, а у нас здесь в Крыльевце вот такая красавица стоит. Так что, могут, когда захотят. Так что, если надо, что-то сообщалось. Так, пробьем. Вот, значит, и, ну, они сказали, и печальная новость, вот так и так, вот, фирург помнился, я говорю, конечно, а что случилось? Ну, ты уже умер, уже, да. К сожалению, так умер атеистом. Но я говорю, знаете, сестры, медсестры, санитарки, я говорю, знаете, сестры, не спешите судить даже умершего или живого, не спешите судить, потому что не знаете, как он уходил вообще, с какими мыслями. Я просто рассказывал, что вот пережил встречу с Богом, я знаю, что он очень добр, очень благ и милостив. Он разбойник на кресте уже, разбой. Это не просто даже, ну, вор какой-нибудь, да, допустим. Это разбой, это связано, ну, кто-то сирот остался, да, сиротой, вдовой, значит, это же страшное дело. И он на кресте уже, да, и Господь принял его, поэтому кто мы? Люди. Да, и я-то расскажу историю. Так вот, хирург почему был, ну, он молчал все время. А вот медсестры, санитарки были очень эмоциональны в тот день, 16 лет назад. Младший медперсонал, они там сарафанное радио, раз, три звонили еще по корпусам там, что батюшка наехал на пацана с того, как с гуся вода вообще целый, не врети бы хоть бы что вообще. Вот, значит, там история. Ну, а пока мальчика раздевали, его привезли с ДТП, значит, и одежда свидетельствовала, что должны быть повреждения на теле. Его догола раздели, но самое вот здесь было удивительное. Тело чистое, ни царапинки, ничего, ни синяков. То есть, как будто бы, врач сказал в моем присутствии тоже следователю, что как будто бы его переодели в чужую одежду. То есть, по дороге как будто бы переодевали в чужую одежду. Потому что под одеждой, одежда точно подтверждала, что даже повреждения на теле. Под одеждой все чисто. Дальше было еще больше. Как говорится, дальше влез зле партизаны. Там уже было, знаете что, там началось такое. Хирург походу еще задавал всякие вопросы, что проверить его там, ну, как бы там, мало ли что там с головой, да, удар все-таки серьезно шмол. Вот, значит, там кровь смывали. Ну, кровь смыли, не нашли ничего, абсолютно. Ни царапинки, ничегошеньки. И по ходу вот этого опроса хирург, пацана этого вдруг вспоминает. И говорит ему, а ты лежал у вас уже в хирургии? Тот, да. Лежал. Значит, у него была, кажется, проблема. Он падал с мотоцикла. То есть, ну, явно не его транспортное средство. И представляете, значит, да. Вот, значит, он падал с мотоцикла, был перелом у него. Он лежал у них в хирургии, ему там гиф сложили, все. У него заросло все с первого раза хорошо. Уже все прошло у него, заросло. Он снова гонял на мотоцикле, снова ходил в школу, все нормально было. Но, когда делали снимки, вот здесь было очевидное, невероятное. Потому что, вот, в моем присутствии тоже врач сказал следователю следующее, что не бывает бесшовного срастания костей. На снимке должен быть след от старого перелома обязательно. Но на снимке не было этого следа. Ощущение было, как будто бы его кости не ломались никогда. Не было не только следов от новых переломов, ни на голове, ни на теле. А, значит, даже следа от старого перелома не было. Вечером были уже другие врачи, но мне было не до того уже. Я с ними не знакомился, не общался. И делали еще снимки. Повторно мальчика опять всего проверяли. Но повторно все показали то же самое. Что он полностью целый, полностью невредимый, абсолютно. Начали лишь одну проблему. А, кстати, кто еще подтвердил мне, что все-таки это был летальный исход? Это полицейские, милиционеры. Познакомился с капитаном, тогда он был капитаном, Сергей Шкуров, отвечающий, скажем, за эту дорогу. Он сказал так, что батюшка, не вы первый, не вы последний. Это точно. Он видел место происшествия, мое транспортное средство, его транспортное средство. Мотоцикл не подлежавший восстановлению. И уже, значит, удар был, ну, одним словом, мотоцикл повело так, что его уже, ну, не восстановить уже. Только на детали. И, значит, и видел, где лежало тело мальчика. Тормозной путь все. Ну, батюшка, это, однозначно, это, ну, морг. Это летальный исход. Не вы первый, не вы последний. И этот же капитан, Сергей Шкуров, он смотрит, когда смотрел этого пацана, живого, целого, с одеждой, я вот, что, с ДТП, значит, да? А он целый, хоть бы что. Его переоделят там, и он все шевелится, ничего не болит абсолютно. И когда я вышел от следователя, этот капитан стоял, вот, вот, как немая сцена. Вот он стоял, вот, как мальчик, потерявшийся в супермаркете, в растерянности. Взрослый мужчина стоит в растерянности. Это, я, ну, я, наверное, выглядел он не менее глупо, но просто, я же себя не бил со стороны. Вот, но это было чудо, на самом деле. И, а дальше было, дальше еще больше было стресса, честно говоря. Вот, хотя я думал, что для меня уже в тот день уже вот так будет уже. Я не думал, что еще что-то переживу, значит, но оказалось это лишь еще первая часть. Оказывается, самое интересное было потом, в этот же день, уже вечером, поздно вечером. Мы поехали домой. Мы развернулись, поехали. Кстати, меня Бог помиловал, я полностью цел, не вредил, ничего, не было никаких повреждений. Жена повредила колено, потом еще полгода терапии, дорогая была, значит, восстановление и травма была серьезная. У детей были сагины, сеньки, ушибы, значит, у всех. Ну, днем они бегают, какие были еще дети, не замечают. А вот как-то спать ложатся, все охают-ахают во всем комнатам такого охи-ахи, вот, как вспомним. Значит, и самое интересное, а у пацана хоть бы что? Как сгустя вода вообще? Точно. И мы поехали домой. Кстати, провожали меня всем коллективом трудовым, там все вышли эти следователи, полицейские, СБУшники, все как, знаете, как депутаты какого-то провожают выйти от нас. Да. Ну, сейчас уже задним числом я уже умный, я думаю, вот, нам было бы какую-то речь задвинуть в конце концов, ну, как бы там, покайтесь там, или что-то еще. Но, да, ну, честно говоря, было не до того. Ну, а теперь уже после драки кулаками не машут уже. Вот, ну, мы поехали обратно домой в Киев, и по дороге домой я пережил очень этот стресс. Я слышал голос, он, который говорил ко мне. Знаете, я не псих, я не слышу голосов, и в моей жизни ничего такого не было до того. Да и после того, уже прошло 16 лет, ничего такого близкого в моей жизни не было. Вот, я слышал громкий голос. То есть, я в машине не люблю громкую музыку, я обычно включаю, если то чуть-чуть совсем. Редко когда что-то погромче делаю. А вот так, чтобы громко, нет, а здесь, как будто бы в машине резко просто включили громкую музыку. Самое интересное, жена была со мной, моя, она не спала, вот, хотя бы, чтобы было поздно, но, как потом выяснилось, она ничего не слышала. Даже дополнительного шума никакого не слышала. То есть, этот громкий шум, это слышал только лишь я один, понимаете, своими ушами. И я был убежден, что все это слышно и жене, и далеко за машиной слышно, насколько это было все громко. Этот громкий голос спросил меня три раза одно и то же. Понимаете, мне по-самому кто ответил на мои вопросы в тот день, вот, а здесь вопросы прозвучали три раза одно и то же. Этот голос спрашивал меня, ты это видел только громко. Я не мог ничего ему сказать, честно. Я не мог ничего ему сказать, я понимал, что это Бог говорит, я никогда в жизни такого не испытывал, но сразу понимал, это Он говорит, вот, и я не мог ничего ему сказать, абсолютно. Я, видишь, что-то пропоминал такое, что вроде как, да, Господи, и все. И знаете, третий раз, когда меня голос этот спросил то же самое, видел ли я это, не дожидаясь моего даже какого-то там мямления, тот же самый голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И откуда пришел, куда ушел, вот до сего вечера, не знаю. Честно говоря, это стресс серьезный. И даже, ну, если честно говоря, не горю желанием снова слышать голос этот, вот так, как я его слышал тогда. Вот. Может, это мое субъективное такое, не знаю. Ну, честно говоря, это стресс большой, очень большой стресс. И когда я все это услышал, я точно знал, что идет речь о церкви. Какой? Меня спрашивали потом в моей церкви, а идет речь о православной церкви и вообще о всем христианстве глобальной, как бы. Я говорю, не знаю, вот, за что купил, за то продал. Вот так будет в церкви. А с какой, почему, зачем, я не знаю. Но у меня такое чувство, что идет речь о православии. Думаю, сам думаю, о протестантах в основном-то там воскресением, как бы, особенно и не надо им. Больше нужно пробуждение в протестантском мире, потому что вот спящих надо будить, а мертвых воскрешать. Вот, потому что по отношению к православным бесполезно будить. Пробуждение бесполезно в православии делать, потому что, ну, буди, не буди, если он уже, уже все, уже, уже смердит уже. Вот. Там уже, понимаете, уже признаки разложения на лицо, поэтому будить бесполезно. Но воскрешение действует, и вот, и скажу, что «встань спящий» написано, да, «воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». У меня вот четкое понимание потом возникло, спустя некоторые месяцы, размышления этих, что идет речь еще и в том числе о христианстве современном, что спящих христиан, спящие души, спящие конфессии Бог будет пробуждать, а мертвые воскрешать. И потом «и осветит тебя Христос». В одном числе, а церковь из воскресших мертвых и из прослухшихся спящих «и осветит тебя Христос». Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. И когда ехали дальше, я уже не слышал никакого голоса. Может, он что-то и говорил, я не знаю, я уже даже, не знаю, при всем уважении, я бы даже ничего не смог бы услышать просто. Настолько стресса было, уже выше-выше уже просто. А мне еще ехать еще, я еще дорогу контролирую, еду, а сам вот в таком просто возбуждении там нереальном. А дальше было следующее, дальше были мои мысли, это не было голосом, это не было слышно ушами, нет, это было моими мыслями, но это было исписание. И было так приятно, когда вот на Зое, на Вяще, но в хорошем смысле, одно и то же воспоминалось у меня до самого Киева, я есим воскресенье, я есим воскресенье, я есим воскресенье, одно и то же, десятки раз вспоминалось, и так приятно. А потом, я иду дальше, я есим воскресенье и жизнь, воскресенье и жизнь, воскресенье и жизнь, и тоже десятки раз одно и то же воспоминается. И потом там еще поворот такой кипти, Черниговская трасса, съезжаешь. Эти кипти мне на всю жизнь запомнились. Съезжаю на трассу уже, и мысль продолжилась вот таким образом. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. В переводе с ангаром нет вот этого, даже если нет. Но это так приятно, когда вот так мысль пошла. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И до самого Киим продолжалась одна и та же мысль. Одна и та же мысль. Въехали в город, прекратили все. И с тех пор, братья и сестры, дамы и господа, живу вот этим словом, этой ремой. Этой ремой делюсь с вами сегодня. Спящие просыпайтесь, мертвые поднимайтесь. Бог всемогущий желает действительно пробудить спящих и воскресить мертвых, и освятить свою церковь. Слава Богу! Тело Христа, церковь Божья, тело Машер, Машер сейчас это церковь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенная. Благодарю тебя за это послание любви. Благодарю тебя, что ты есть воскресенье и жизнь наша. Благодарю тебя за моих братьев и сестер. Благодарю за их внимательные уши, не только физические, и глаза не только физические, но слышание их сердец, их душ, и видение их сердец, и их душ. Благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя за то, что открываются сердца к слышанию, к видению. Боже святой, ты пробуждаешь спящих, ты воскрешаешь мертвых, ты совершаешь меликие чудеса. Божий наш, благодарю тебя. Благодарю тебя. Аминь. Друзья, и хочу вас благословить благословением священников в конце, благословением Ааронова. Бог всемогущий дал это благословение Моисея, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы это благословение пели. Я очень люблю петь его и на русском, и на татарском. Но еврейский я бы учил только за то, что я им говорю сам Машия. Никуда не деться. Это как реальная история одна есть, ставшая анекдотом. Реальная история. В конце 70-х в Москве там запрещали еврей изучать ведь тогда. Ну, находились некоторые молодые люди, подпольно так собирались. И однажды арестовали одного уже немолодого довольно еврея. И на Лубянку привезли его, допрашивали борцы с сионизмом. И чекист спрашивает его, говорит, как же так, Павел Маркович, как же вы начали изучать по евреям, зачем вообще? Ну, понимаете ли, вот, ну, всякое может быть. Вдруг есть вечная жизнь. И если я попаду, допустим, на небеса, я же хочу как-то знать язык. Да, небес. Ну, а чекист решил съязвить, говорит, ну, а если вы в ад попадете? Если в ад. В русский я уже знаю. Самое интересное, подействовало. Отпустили. Старика сказали, наверное, уже все. Пускай райский язык изучает, короче. Да, ну, в рай, не в рай, но в Израиль он выехал, потом в Амбаркович. Реальная история, ставший анекдотом. Но есть много языков, и каждый язык выражает что-то удивительное. Мне очень нравится украинская мова. Мне говорить проще на русском, а вот петь на украинском. На украинском проще петь, потому что там только выдыхаешь, и оно само поется. Ну, просто, я просто, не знаю, по-хорошему завидую носителям языка этого, мова это украинский. Там такие слова просто прекрасные есть, которые вот такие смачные, какие-то вот. Не передать их просто. Ну, ладно. И в каждом языке есть свои какие-то особенности, есть какие-то свои нюансы. Но иврит, это действительно пра-язык. И действительно в этом языке Бог, без всякого привлечения говорит, Творец запечатлел самого себя. Тайну, которую тысячелетиями мы разгадываем. Тайну, которая в Торе записана уже больше трех тысяч лет тому назад. И на протяжении этих трех тысяч, трехсот, тридцати, ну, уже завершается, тридцатый год, тридцать первый уже. Вот, со дня выхода, со дня вот исхода нашего. И все эти три тысячи триста тридцать лет, вот эта тайна записанного слова огнем по огню. Это сам Творец явил себя в этом языке. Это потрясающе. Это потрясающе. Чем больше узнаешь, тем больше хочется узнавать это, постигать. Поэтому, действительно, учите их вид, господа. На небесах пригодится точно. Ну, если вам попадете, там уже освоитесь. Шутка. Не, не. Нет, дело в том, что и Великий Могучий все, все языки прославит Господа, я знаю. Во всех, если серьезно говорить, во всех языках, во всех наречиях должно быть прославлено имени Господнего. Аминь. Имени Господнему хвала и слава. Во всех языках, во всех племенах, во всех наречиях. И евреи, и егои, и все вместе прославят Бога Всемогущего. Творца неба и земли. Аминь. Аминь. Творца неба и слава. Творца неба и слава. И садомай. Да благослови Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светом лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Бешем Иешуа Гамашех Иешуа Машехейн Во имя Иисуса Христа Мессии Бог Авраама Исаака Израиля Бог Патриархов Пророков Отец наш Сущий на небесах Да святится имя Твое И да пройдет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение Избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И сила И слава Во веки Аминь Аминь Аплодисменты Аплодисменты Еще слава Мы сегодня услышали Такие разные, важные, хорошие вещи И среди них мы услышали Свидетельства силы Божьего Воскресения И мы знаем в Писании и из Писаний Что это сила Воскресения В ней нуждается и каждый человек И эта сила Воскресения может прийти В любую жизнь И в любые обстоятельства В любые поражения Семьи, здоровья Каких-то вопросов И принести восстановление Служение После любых ударов После любых наездов После любых обстоятельств Которые может быть даже длились долгое время Этой силы достаточно Чтобы совершить Его чудеса Его восстановление Его воскресение Разорвать просто эту пелену безнадежности и смерти С другой стороны Мы ожидаем в действительности Такого Божьего излияния На наши города На нашу страну На наши народы Чтобы люди пробудились И пережили эту силу Воскресения И чтобы дело Мессии Церковь Божия Разные динаминации Она поднялась в этой победной силе С третьей стороны Мы ждем проявления Этой силы Божьей В восстановлении Израиля Которые кажутся сухими костями Которые невозможно поднять А живут ли эти кости? Помните, спрашивает Господь у пророка Но пророк, он мудрый, знаете Он знает Он говорит Господи Ты знаешь, я не знаю И он говорит Говори костям И сила Божья приходит И даже сухие кости воскресают Оживают, сближаются И происходит что-то невероятное Нам нужно в действительности Познание Силы Воскресения Помните, как написано в послании Что безмерно величие могущества Силы Его в нас верующих Под действием державной силы Его Которой Он действовал в Мессии Воскресив Его из мертвых Безмерно величие силы Его в нас верующих Потому что та же самая сила Которая подняла Мессию из мертвых Та же самая сила Действует верующих в Него Та же самая сила Приходит Через наши молитвы В веру, нашу капитуляцию перед Богом В разные обстоятельства нашей жизни Та же самая сила По нашим молитвам Приходит в жизни тех людей О которых мы молимся В любые обстоятельства могущественные Та же самая сила Действует через нас, когда мы служим Та же самая сила В последнее время будет пробуждать народ Израиля, пробуждать его тело, потрясать народы, города, страны, пробуждая их к этой реальности, о которой сегодня говорил Отец Сирий. И действительно, если пусть таким хорошим послевкусием этого РФ Шаббата, вечера, Шаббата, начало субботы, начало шаббатного дня, останется вот это, знаете, открытие новой веры в действие силы воскресения Божьей на всех уровнях. Начиная даже с себя, начиная со своих обстоятельств, со своего душевного, духовного, физического состояния обстоятельств, распространяя его на служение, распространяя эту веру на свою семью, на свой город, на свою страну и дальше. Верить просто в действие этой могущественной силы воскресения. И верить, что разные Божьи чудеса и шаббатные подарки, они приготовлены для нас все. Пусть это будет хорошим послевкусием, пусть это будет хорошим предвкушением завтрашнего служения. И просто пусть мы уходим отсюда обновленные верой в победу воскресения Мессии, в победу воскресшего еврейского Мессии в наших жизнях, в нашем служении. И дальше, дальше, как круги по воде, распространяя эту славную победу. И реально, я не знаю, как вы чувствуете атмосферу сейчас, но, знаете, реально такое Божье помазание, Божье присутствие, оно просто течет здесь. Господь очень сильно, так, знаете, проявлено, чувственно действует здесь. И я верю, что Он касается разных людей и совершает разные хорошие вещи силой своего воскресения. Просто Его шелом, Он приходит, раскрывается, течет в нашей жизни, в нашей обстоятельности, течет в нашей семье, течет по улицам этого города. И, драгоценный Господь, мы просим Тебя, чтобы Твое присутствие усилилось. Боже, в нашей общине, в нашем городе, Боже, в нашей жизни, в нашем служении, в наших семьях, в наших домах, пусть приходит Твой шелом. Победа воскресшего Мессии над всякими остатками смерти, проклятий, поражений. И пусть даже то, что оказалось безнадежно пораженным, разбитым, то, что уже, казалось, не подлежит никакому восстановлению, будет восстановлено силой победы воскресшего Мессии над смертью Адам, который вознесен во славе для нас, своих детей. Спасибо за могущественную любовь, за могущественную любовь для всех Твоих детей, Господь. И помоги нам открываться до Твоей любви, радости и шалома в этот шаббат. Боже, благослови вечер и ночь, Боже, и все наши сны пусть будут с Тобою. И от Тебя в эту ночь, Господь, и действуй, и говори к нам. И мы ждем завтра продолжения, Господь, празднования в Твоем присутствии. Тебе пусть будет хвала и слава, обещание и швала. Аминь. Можно поздравить друг друга с шаббатом. И еще раз поздравить. И выходя, у нас там будет корзиночка, можно, если вы будете благословить.